Акбарс 1-0 Самым результативным оказался второй период. На четвертой минуте Михаил Глухов здорово сыграл на добивании. После щелчка все того же Ярулина. Защитник набрал второе очко в игре. 2-0 А спустя 26 секунд Казанцев ждал ответа целовато. Владислав Картаев сыграл на добивании. И Тимур Белялов был бессильным в этом моменте. 2-1 Практически сразу юлаевцы получили возможность сравнять счет в большинстве. Но на седьмой минуте нападающий хозяев Дмитрий Воронков выбежал в контратаку и смог воспользоваться грубой ошибкой вратаря Уфимцев. Юхи Мецелы. 3-1 Акбар забивает, играя вчетвером. Ну а конечную точку в матче поставил Найджел Доус. Девятый номер получил передачу от Дакосты в средней зоне. Вошел в чужую зону и мощно бросил в дальнюю девятку. 4-1 После этого у гостей последовала замена вратаря. Данил Тарасов сменил Мецелу. И за целый период казанцам все-таки не удалось пробить нового голкипера. Как итог 4-1 в матче и 1-0 в серии за Казанью. Второй эпизод серии стартовал уже через день. 19 марта. Первый период остался за гостями из столицы Башкирии. Как по игре, так и по счету. Салават Юлаев зажимал казанцев в их зоне. И проводил длительные атаки на ворота Тимура Белялова. На 16-й минуте уфимцы вышли вперед. Дмитрий Юдин ошибся на синей линии. Петр Хохряков вышел 1-1 с вратарем. И мощным щелчком открыл счет 1-0. Во втором периоде Акбарс уже перехватил инициативу в свои руки. Мощные позиционные атаки закончились голом. Виктор Тихонов отдал на Найджел Доуса и последний бросил точно в ближнюю девятку ворот Мецелы. 1-1. В третьем периоде болельщики так и не дождались голов. Время овертайма, в котором барсы на третьей минуте добились победы. Станислав Галиев поднял всю Татнефтерену своим броском с отрицательного угла. Ассистентами стали Дмитрий Юдин и Артем Галимов. 2-1 во втором матче и серия переезжает в Уфу. Тем временем Рубин на центральном стадионе проводил 23-й тур против Химок. Казанцы были фаворитами, но гости неожиданно повели в первом тайме в целых два гола. Сначала на 20-й минуте судья после просмотра видеоповтора поставил пенальти за игру рукой Деспитовича. И Резван Мирзов его реализует точным ударом с 11 метров. На 28-й уже Павел Могилевич вошел в штрафную площадь и пробил в дальний угол ворот Дюпина. Рубин успел сократить разрыв счета в первом тайме. На 42-й Джордж Деспитович замкнул навес после углового 2-1. Во втором тайме казанцы могли сравняться с Химками, но хозяева свои моменты не реализовали. За это и поплатились. На 75-й минуте Илья Кухарчук мощно выстрелил поворотом Рубина и поставил точку в матче 3-1. Подмосковные Химки прерывают трехматчевую победную серию Рубина. 21 марта полуфинальная серия зеленого дерби продолжилась в Уфе. В первом периоде игроки Салавата Юлаева не чувствовали себя хозяевами. На 18-й минуте Кирилл Петров вывел Казанцев вперед. Нападающий накрутил защитников, вышел на ворота и бросил 1-0. Второй отрезок стартовал уже с гола Дмитрия Кугарчева на первой минуте. 18-й номер уфинцев получил шайбу в зоне вбрасывания и сходу поразил ворота Тимура Белялова 1-1. Почти три минуты спустя Барсы опять вышли вперед. Харри Песанин на Михаила Глухова и последний бросил точно в ворота 2-1. За третий период не было забито ни одной шайбы. Акбарс довел игру до победы 2-1. Из отрицательного нужно отметить травму Белялова в самом конце матча. после добивания шайбы хоккеистов из Уфы. Сыграет ли он следующий матч, пока неизвестно. Четвертый эпизод серии, в которой все может закончиться, стартует сегодня. В 17.00 по Москве. А на этом у меня все. Увидимся в следующем выпуске.